Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов Новиков Сергей Александрович. Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня речь у нас пойдет о балеменщиках, а точнее о должниках-палементах. Вот много их сейчас? Порядка 400 должников-палементов в настоящий момент находятся у нас в Розыске. По состоянию на сегодняшний день в Розыске находится, объявлен в Розыск 149 должников. А как их ищут? Если у нас место судебного пристава по исполнительному производству не находят по месту жительства должника, соответственно, составляет постановление о объявлении должника в Розыск, и направить данный документ судебного пристава исполнителя, осуществляющего Розыск. Дальше заводится Розыскное дело, в соответствии с статьей 65 Федерального закона об исполнительном производстве. И в рамках исполнительных мероприятий проводятся действия по установлению места нахождения должника. Ну вот расскажите подробнее, что это за мероприятия, как они проходят? В первую очередь, должник проверяется по месту регистрации, по месту его фактического пробывания. То есть, возможно, отрабатывается в те адреса, где он когда-то был замечен. То есть, собирается такая же информация у соседей, где он может быть. Далее делаются запросы в соответствующие ведомства структуры, в пенсионный фонд, в налоговую, в МВД, во все организации. Плюс, основной судебный пристав осуществления Розыск проверяет по социальным сетям. Возможно, там какая-то информация на должника имеется. То есть, вы не в одиночку ищете, вы взаимодействуете с другими структурами? Да, у нас совместный приказ еще от 2004 года между всеми силовыми структурами об оказании взаимодействия по Розыску должников по алиментам. Так, соответственно, мы тоже оказываем помощь сотрудникам МВД и другим ведомствам по месту нахождения их интересующих лиц. А если человек полностью пропал без вести, то есть, его не получается найти ни по месту жительства, ни в социальных сетях, нигде его нет? Если должника нет в течение года, то есть, все мероприятия, которые проводил судебный пристав, исполняющий Розыск, не нашел данного должника, то мы разъясняем взыскателю о том, что взыскатель может обратиться в суд с заявлением о признании данного должника безвестным и отсутствующим. И, соответственно, статья 10 федерального закона номер 400 о страховых пенсиях, то есть, признание должника безвестным и отсутствующим, она, получается, приравнивается к утрате кормильцу. То есть, уже здесь взыскатель и ребенок получает уже пособие, как по утрате кормильца от государства. А если более позитивный сценарий? Вот нашли вы должника, а как дальше? Если нашли должника, то есть, тут идут мероприятия два. Есть хороший момент, есть плохой. То есть, если по хорошему пути идет, то есть, должник говорит, что он официально трудоустроен, соответственно, мы направляем ему по месту его работы постановление обращения за искание на заработную плату, соответственно, у должника удерживается соответствующий размер алиментов. По второму пути, если должник уклоняется от уплаты алиментов, то есть, начинает скрываться или платить частями, то должнику уже применяется весь комплекс мер. То есть, мы можем арестовать имущество, обратить взыскание на расчетные счета, где там, как в банках, так и в других кредитных организациях. Ну, а далее применять меры административного уголовного характера. То есть, если по административе сначала применяем статья 5.35.1, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Если должник после того, как к ним применены меры административного воздействия, также продолжает уклоняться от алиментов, то далее уже применяется мера уголовного воздействия по статье 157 Уголовного кодекса Российской Федерации. Там уже наказание вплоть до лишения свободы, до двух лет. В Рязани были прецеденты, чтобы по углу заканчивалось? Да, конечно. И ни один прецедент, ни много таких прецедентов. Потому что те люди, которые привлекаются к углу ответственности, они в основном одни, те же это лица, ведущие социальный образ жизни, то есть аморальный образ жизни. Поэтому они постоянно клиентами слушают студентных приставов. Вы упомянули о таком сценарии, когда человек, он никуда не пропадал, но он платит меньше положенного. Как с такими бороться? Если должник в судебном решении установлен размер удержания алиментов, то есть он может быть разных видов, то есть как размер процентного от заработной платы, то есть на одного ребенка на 25%, на два ребенка на 33%, на 3 и более 50%. Или там твердоденежная сумма, установленная судом, либо там в зависимости от прожиточного минимума в регионе. Если же должник официально пытается уйти от ответственности, например, по ложному платить ему 12-13 тысяч, он платит по 100 рублей. Такой должник тоже считается злостным неплательщиком алиментов. Ему также будут применены меры, как админициативный, так и уголовный характер. То есть в данный момент должник должен полностью выплачивать сумму, установленную судом. Вы упомянули о сумме, которую должен платить должник. Вот как эта сумма рассчитывается, из чего она идет? То есть она одна для всех должников или она как-то разнится? Там сумма установлена, размеры удержания по алиментам, три варианта его существуют. То есть если должник официально работает, то, соответственно, сначала у него с заработной платы удерживается 13% по доходу налога, а дальше же процентная сумма, то есть, как я уже повторюсь, 25% на одного ребенка, 33% на 2% и 50% на 3% ребенка и более. То есть это такой вариант должника трудоустроена. Дальше, второй вариант, если должник не трудоустроен официально, то есть у него нет официального заработка, то ему размер алиментов рассчитывается из средней статистической зарплаты по России. Замечен, не по региону, а именно по России. В настоящий момент на сегодняшний день такая средняя статистическая зарплата составляет где-то в районе 55 тысяч. То есть вот эти на одного ребенка 25% будут рассчитываться из 55 тысяч рублей. Ну и второй вариант, ой, третий уже вариант, где у нас получается должник, ну, судом установлена конкретная твердая сумма, то есть вот установил 5 тысяч рублей, и, значит, ежемесячно должник должен платить, либо от прожидшим, уже прожидшим минимум в данном конкретном регионе. Но при этом, в соответствии, там, по ситуации, если должник, например, сначала был установлен денежную сумму 5 тысяч, а должник официально трудноустроился и получает, там, порядка 60-70 тысяч, взыскатель имеет право обратиться в суд с ходатайством о замене размера удержания, то есть перейти с твердой денежной суммы на конкретный, там, процент именно от зарплаты. То есть это уже зависит от самого взыскателя. Обратился, суд принял решение, изменили размер удержания. Как человек приходит в ранг должников-полементов? На него должно быть составлено какое-то письмо, кто должен обратиться в суд. Как происходит эта процедура? Зыскатель обращается в суд с заявлением о взыскании алиментов должника. При этом, то есть даже, может быть, необязательно, должник и взыскатель должен быть в разводе. То есть в рамках, даже в браке, взыскатель может обратиться в суд за алиментами. На основании данного заявления мировой судья вносит судебный приказ о взыскании алиментов. В зависимости, там, уже по суммам, я уже сказал, процентов. Второй вариант могут еще нотариально удостоверенные соглашения между должником и взыскателем. То есть должник и взыскатель идут к нотариусу, и там они подписывают соглашение интериальное о размере алиментов. На основании мы также возбуждаем исполнительную производство и взыскаем алименты. Если должник не трудоустроен, если у него нет денег, как платить? Бывает такое, что арестовывают его имущество, и все идет в счет погашения? В первую очередь, если должник не трудоустроен, судебный пристав при вызове его на проведение исполнительных действий, вручает ему направление в центр занятий. То есть направление требует, оно обязательно к исполнению. То есть должник после этого идет в центр занятий с данным направлением, и там ему уже предлагают в центр занятий несколько вариантов видов работы. Пока, если не нашли работу, то то же самое способ по безработице, так же удерживаются алименты. Но если должник уклоняется от алиментов, и имеется имущество, то есть образовалась определенная задолженность, то, соответственно, конечно, проводятся мероприятия, в том числе и наложение ареста, как на движимое и недвижимое имущество. Кроме того, к должнику можем применить такие меры принудительного взыскания, как постановление о запрете выезд за пределы Российской Федерации. То есть, если задолженность свыше 10 тысяч уже образовалась у должника по алиментам, судебный полисовполнитель может вынести данное постановление, и должник уже за границу у нас не уедет. Еще одна из таких, как можно сказать, мер, действенных мер, это внесение постановления о запрете пользоваться специальным правом. То есть это право, в принципе, даже водительского удостоверения ограничим должника, и он уже не может управлять транспортным средством. Это единственное ограничение, которое накладывают? Или есть еще какие-то ограничения, которые накладывают на должников? Ну, это основное ограничение. Это запрет на выезд за пределы Российской Федерации и ограничение специальным правом. Ну, вот ограничение специального права его тоже могут наложить просто на должника, или он должен накопить какую-то задолженность, что должно произойти, чтобы он получил такое ограничение? Содолжить свыше 10 тысяч. Судебный приз выносит такое постановление, направляет его, как уведомляет должника, ему направляет и направляет его в органы ГИБДД. Там уже они выносят его. То есть, применять меры по какой-нибудь спецправам. В принципе, должник может продолжать ездить на данном автомобиле до тех пор, пока его не остановят сотрудники ДПС. Соответственно, там уже будут применять меры инициативного воздействия за то, что он ограничен и управляет транспортным средством. — Наша телекомпания снимала несколько новостных сюжетов о том, как проводятся совместные рейды вашей службы и ДПС. Расскажите о них подробнее. — Ну, совместные рейды у нас проводятся не только в рамках алиментов, они проводятся в рамках других, но в исполненных производствах других направлений, в том числе и по штрафам ГИБДД, и за должностями ЖКХ, налогом. То есть, по всем направлениям проводятся мероприятия. То есть, мы совместно с ГИБДД определяем место в проведении данных мероприятий. В основном, это стационарный посты ДПС, там в Солочи, либо определяем место там, где у нас есть стационарная камера. То есть, заблаговременно выставляется экипаж ГИБДД, у нас имеется соответствующая база. Автомашина проезжает по номеру данного транспортного средства. Там у нас уже высвечивается, есть ли на нем какая-либо задолженность или нет, сотрудник ДПС ее восстанавливает, а дальше судебный пристав проводит соответствующие мероприятия. Или должник оплачивает, может оплатить там, если они небольшие долги на месте, либо выдается ему требование направления его в отдел судебных приставов, можем на месте, даже если задолженность большая, там, превышающая сотни тысяч долг, то можем отставать транспортного средства прямо на месте. — То есть, человек может ехать в город по делам и лишиться своего автомобиля прямо на посту. — А вот такие рейды, как много обычно должников попадается? — Не сказать, что они попадают прямо, есть результаты, когда там в день 3-4-5-10 должников, там, соответственно, вот о том, чтобы остановить и арестовать автомашину, там редкие случаи, конечно, в основном это небольшие долги, которые должник оплачивает на месте. Ну, как правило, данный рейд, они позитивный характер носят первоначально, то есть, вот первый, там, второй, третий рейд, потом нужно менять место декларации. Это уже информация, город у нас небольшой, информация расходится быстро, после этого как-то после ДПС, где находится, уже объезжает, реже получается. Потом меняем место декларации, то есть, там опять идет у нас прирост таких должников. — А, вот похожие акции по должникам, они проводятся на вокзалах, ну, естественно, не с автомобилями, а просто с людьми. То есть, там и люди могут подходить, узнавать свои долги. — Да, там чуть-чуть другая акция, там уже акция не рейд проводима, а акция, то есть, узнать о своих долгах, где судебный пристав исполнителей. То есть, у них имеется оперативная наша база АИС, любой гражданин может подойти и попросить там проверить наличие долгов. Судебный пристав смотрит, соответственно, если есть долги, ну, о чем долги, куда обратиться, все контактные телефоны судебных приставов. И судебный пристав может, вернее, должник может доехать до соответствующего отдела или также дать реквизит, он через банк может напрямую оплатить данные. — А какие-то есть плюсы, если должник узнает о своем долге и сам придет с повинной, скажем так? — Если должник в течение пяти рабочих дней с момента, с того момента, как он узнал о том, что отношение возбуждено с мотором производства не оплачивает долг, то выносится исполнительский сбор. Исполнительский сбор выносит в размере 7% от суммы, но при этом не менее 1000 рублей на физическом лице и 50 тысяч рублей на юридическое лицо. — Говоря об алиментах, то есть, алименты родители выплачивают до 18 лет. В том случае, если ребенку исполняется 18 лет, то исполнительное производство в отношении должника прекращается или нет? Как это работает? — То есть, если на момент достижения ребенка 18-летия у должника осталась задолженность, то, соответственно, основное производство, а взыскание алиментов прекращается. Но при этом постановление о расчете задолженности, оно выделяется в отдельное производство, возбуждается отдельное производство уже о взыскании задолженности алиментов. Да, новый долг, он не увеличивается, то есть, уже алименты не начисляются после 18-летия, но при этом ту оставшуюся задолженность, которая имеется перед должником, он все равно обязан оплатить в полном объеме. То есть, также весь комплекс мер понимается уже в рамках задолженности, взыскания задолженности. Давайте напомним нашим телезрителям, где они могут узнать, есть ли у них долги, есть ли у них задолженности или нет. На официальном сайте Управления Федерального службы судебных приставов Рязанской области есть там портал «Банк данных исполнительного производства», забиваешь свои фамилии, имя, отчество и высвечивает все исполнительные производства, где они имеются. При этом также все граждане могут обратиться на личный прием в службу судебных приставов, у нас осуществляется прием по вторникам и четвергам, вторник это в первый половине дня с 9 до 13, в четверг во второй половине дня с 14 до 18 часов. При этом у нас всегда в службе работает дежурный пристав в каждом отделении судебных приставов, в любой момент он может обратиться в отделение службы судебных приставов с любым вопросом, и мы всегда готовы помочь. Сергей Александрович, спасибо, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. На этом мы с вами прощаемся, хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова